Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией, Малатия. Пещера Азов под прицелом азербайджанцев. День рождения героя Первой Арцарской войны Азата Мартика Владимира Балаяна. В Тепанакерте состоялся мирный митинг молодых мам. Ситуация в Саммассаде после зимотрясения. Издана книга на Занимаркарян, возраст армянского языка и календаря. В Иериване составилась премьера историко-документального фильма «Урарту. Забытое царство». Число жертв после зимотрясения в Западной Армении превысило 29 тысяч. Информационное агентство «Ротар» сообщило, что известно о более чем 29 тысячах жертв. Ранее вице-президент Турции Фуат Актай сообщил цифру 24 617. Значительная часть жертв – жители города Малатия, Западной Армении. Население города составляет 426 381 человек. Проживают армяне, турки и курды. Напомним, что в 1915 году в Малатии проживало 40 тысяч жителей, из которых 20 тысяч армяне. Имело пять церквей, три из которых были армянские. До 1915 года в городе действовали три армянских училища. Полную статью читайте на нашем сайте. Мониторик культурного наследия Арцаха «Монумент Watch.org» сообщает, частью азербайджанской политики, направленной на уничтожение культурного наследия Арцаха, искажение исторической реальности является организация визитов граждан разных стран на оккупированные территории Арцаха. В основном это журналисты, имеющие большую аудиторию на различных медиаплощадках, также представители дипломатического корпуса. В рамках подобных визитов азербайджанская страна демонстрирует новый аэропорт, построенный в Изули, инфраструктуры, сопровождая гостей в оккупированные Шуши, Агдам, Гадрут, Ток, Азох, Талиш, Матагис. Главная цель – показать представителям СМИ зверство армянской стороны. Обычно подобные визиты организует Министерство иностранных дел Азербайджана, служба внешней связи и пресс-служба при президенте Азербайджана. На прошлой неделе был организован подобный визит, получившую всемирную известность пещеру Каменного веха Азох, якобы продемонстрировать, как армяне подвергли пещеру вандализму. Однако специальные мембранные для защиты выкопанных участков и состояние самой пещеры свидетельствуют о высоком профессионализме работавшей здесь международной группы. Иностранные представители своих выступлений говорят только о красоте территории, не упоминая ни слова о вандализме. Западная Армения осуждает распространение Азербайджана провокационной и лживой информации, напоминая международным структурам, что еще много лет назад самым ярким примером азербайджанского вандализма были древние хачкарджуги, за что в дальнейшем Западная Армения открыла суд против Азербайджана. После оккупации территории Арцаха азербайджанские бандиты хотят любой ценой уничтожить армянский след с территории, пытаясь придать иную национальную предотвежность. Однако факты говорят больше, чем подобные пустые заявления. Герой Первой Арцахской войны, кавалер ордена «Боевой крест» первой степени, командир Арцахского фронта армии освобождения Владимир Балаян, родился 14 февраля 1958 года в селе Мохратак Мартакерского района. Когда на смену мирным демонстрациям Арцахского движения пришла вооруженная борьба, Владимир был на передовой в качестве командира отряда. Продав собственную машину, купил оружие и сформировал отряд самообороны, готовый противостоять врагу. Владимир руководил обороной Мартакерского района. В случае ухудшения ситуации в каком-либо районе вместе с отрядом немедленно отправлялся на помощь. Зимой 1991 года в Шолмяне состоялась встреча Владимира Балаяна и Леонида Асгалдяна. Военная организация, основанная в 1990-91 годах, Леонидом и Владимиром была названа Освободительная армия, не имеющая аналогов в истории армянских войск и формирований всех времен. Командиром Освободительной армии Арцахского фронта был Владимир Балаян. Освободительная армия праздновала блестящие победы. За два года беспрерывно участвуя в боевых действиях, освободил 24 села, защитил целый район и имел всего 7 жертв. Владимир был шестым, погиб 9 июня 1992 года на оборонительных позициях села Чайлу. Президент Западной Армении Армян Акабрамян, боевой друг Владимира, поздравив великого армянина и командира 65-летием, обратившись к родным и сослуживцам, отметил, Владимир Балаян яркий пример любви и уважения Родины, который боролся за освобождение Родины. Пал на поле чести, оставив поколением достойную идеологию освобождения Родины. Большая честь воевать на поле боя с таким могущественным командирами, как Балаян и Асгалдян, разделяя трудности и даже теряя боевых товарищей, видеть победный рассвет. Мы обязаны бороться за восстановление прав армянства и за право свободно и независимо жить на территории нашей Родины, что осуществляет Западная Армения. 12 февраля на площади возрождения Степанакерта была организована мирная демонстрация с участием молодых мам Арцаха и по инициативе социальной группы Facebook, созданной для обсуждения и совместного преодоления проблем, вызванных блокадой. Сегодня Арцах переживает один из трудных этапов своей истории. Жители Арцаха, лишенные необходимых для жизни элементарных условий, продолжают бороться за родную землю. В связи с этим мы решили инициировать сегодняшнюю акцию, чтобы еще раз заявить о нарушенных правах наших детей. В качестве символа мы выбрали руку малыша, которая имеет особый символ, представила корреспонденту Арцах Пресс автор инициативы Ани Айрапетян. В конце акции малыши, пришедшие с мамами на площадь возрождения, нарисовали цветными мелками символические рисунки. Западная Армения положительно оценивает стойкость и сплоченные жители Арцаха ради свободной и мирной жизни. Каждый из них сегодня на своем примере пытается озвучить проблему, созданную оккупирующим Азербайджаном, на которую международные структуры должны дать соответствующий ответ. Азербайджан нарушает права коренных армян, проживающих в Арцахе, желая завершить перекрытие дорогой чисткой этнических армян. Мы этого не допустим, это невозможно. В результате разрушительных землетрясений в Западной Армении погибли тысячи людей. Сотни тысяч остались без крова. Сотни зданий разрушены в Самосаде, впоследствии землетрясения. Народ продолжает ждать помощи на улице в холодную погоду в трудных условиях. Жители Самосада рассказали о ситуации. Государство пришло на помощь слишком поздно. В Самосаде ничего не осталось. В центре города и в селах все еще есть разрушенные здания, на которых не обращают внимания. Под завалами у нас трупы, которые разлагаются и пахнут. Согласно полученным данным, в Самосаде нет ни света, ни воды, ни интернета. Народ в катастрофическом положении. Все здания разрушены, нет семьи, у которой не осталось бы родных под завалами. В целом морально-психологическое состояние людей тяжелое. МЧС, спасателей, жандармерии, солдатов и полицейских здесь нет. По словам очевидцев, правительство не обеспечило достаточной помощи людям. Основная часть домов в селе Дендермас Самосада разрушена. Сельчане столкнулись с проблемами жилья и питания. Однако помощь от государства так и не поступила. Сельчане рассказывают, мы похоронили погибших родственников на наши средства. Наш скот и вещи остались под завалами. Помощь приходит только от сограждан. Помощи от государства нет. Не обусловлено ли это безразличие тем, что в Самосаде проживают большое количество армян? Учитывая бездействия оккупирующей Турции, особенно в тех районах, где армяне по происхождению составляют большинство, Западная Армения предприняла ряд действий для оказания жителям первой помощи. Хаючампа собирает гуманитарную и финансовую помощь, чтобы помочь пострадавшим воздействиям населения Западной Армении. Те, кто заинтересован в поддержке, могут связаться с ассоциацией Хаючампа. Вышла в свет работа армянского литературоведа, кандидата филологических наук, доцента Назали Маркарян, возраст и начало календаря армянского языка. В книге автор, объединяя лингвистов-археологов, хорошо знакомых современному мировому научному сообществу, исследования и наблюдения генетиков-антропологов, добавив к ним цифры, упомянутые в математических и календарных расчетах Анания-Ширикаци, пришла к выводу, что воистину армянский язык может считаться непосредственно родным потомка индохетского проязыка. В работе, прежде всего, изложен ряд обоснований исследователей, затем приводится свидетельство о рождении армянского племени, начатое из дома предка Торгома. Назали Хачиковна Маркарян окончила факультет армянской филологии Ереванского государственного университета. В 2001 году в том же вузе засетила кандидатскую диссертацию на тему гены гейны и армянская литература. Научные исследования Назали Маркарян сосредоточены на армяноведческих исследованиях. В Ереване в кинотеатре Москва состоялась премьера историко-документального фильма «Урартуз. Забытое царство», снятая по инициативе ПАРА-ТВИ Культурного центра ГАЯСА. Режиссером фильма является Вага Вартанян. Это первый фильм, посвященный древней истории Армении. Первая часть фильма также была показана на испанском телеканале РТВИ. Фильм, имеющий историческую ценность, снят в Армении, на территории Араратской долины и в урарских городах. В создании фильма приняли участие историки и археологи. Среди них директор Национальной академии наук Республики Армения Ашот Мелкунян, Михаил Петровский из Эрмитажа, Ирвинг Финкель из Британского музея. В документальном фильме известные историки и ученые представляют важные и достойные факты, которые еще раз доказывают нашу многовековую культуру и историческую ценность. Терендес – один из самых красивых праздников Айказунов. Название происходит от слов «Арт» и «Дзес», дословно означающих «огонь в траве». Согласно армянской духовной традиции, в Терендес небо и земля целуются. День считается праздником влюбленных и молодоженов. По обычаю свекровь ведет невесту к огню, перепрыгивает через нее, этим самым очищает ее и готовит к материнству. Влюбленные держась за руку, перепрыгивают через огонь, очищая и освещая свою любовь. Огонь считается элементом виз, страсти и тепла. В ночь перед праздником, 14-15 февраля, молодые люди едят подсоленный хлеб в надежде увидеть во сне будущую любовь. Традиция, которая сейчас неприемлема для церкви и называется недуховной. Праздник отмечается в день Гранта, 15 февраля, в месяцах Ротитц. Покровителем праздника являются Кач-Ваган и Мигар-Барепар. После приятия христианства, когда велась борьба с национальными этническими чистками, пытались запретить Тарандес, но гены победили, и церковь была вынуждена придумать новое объяснение. Праздник был искажен, перенесся на 13 февраля и назвался Таран-Эндарач. В дальнейшем, уже борясь против Дня Святого Валентина Запада, был создан праздник Субсаркист, который также не имеет никакого отношения к подлинной армянской культуре. У Айказунов нет ни Таран-Эндарач, ни праздника Субсаркист, тем более Дня Святого Валентина. И в завершение новостей послушаем о работе Лусо в исполнении Дживана Гаспаряна. Лусо в исполнении Дживана Гаспаряна Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова